Давление Белого дома на Израиль усиливается. Аппаратчики Байдена ставят Нетаньяху перед фактом, нужно сворачивать военные действия в Газе уже в январе. Израилю дают еще месяц на войну с Хамас. Это входит в явное противоречие со стратегией кабинета Нетаньяху. Нетаньяху прогнозируют войну примерно на год вперед, что вызвало сильное недовольство в Вашингтоне. Сразу и Пентагон стал грозить Израилю стратегическим поражением. Госдепартамент уличает Нетаньяху в отсутствии кредита доверия на продолжение войны на юге Газа. Особняком стоит вопрос будущего обустройства Газа. Палестинские лидеры хотят создать коллекционное правительство с Хамасом как младшим партнером. К созданию палестинского государства после войны стремятся и в Белом доме. Но для Израиля это неприемлемо. Нетаньяху хочет сформировать на севере Газу буферную зону и продолжает воевать с боевиками Хамас. Одновременно Нетаньяху вновь грозит принести боевые действия и на юг Ливана с бомбежками Бейруда, уже против Хизбаллы, которая также ведет войну против Израиля. Это подорвет попытки команды Байдена как-то договориться с Ираном. Белый дом пока вяло отвечает на удары по американским базам и теперь признает, что не хочет конфликтовать ни с хуситами, опасаясь большой войны. Раскол в США только усиливается. Парадчики Белого дома, Госдепа, требуют перемирия, обещая саботировать политику Байдена. Отдельные левые мегаполисы, вроде Фресно в Калифорнии, начали вывешивать палестинские флаги. Сам Байден пока пытается отчаянно удержать статус-кво, который уже подорван.